Ожидание переговоров президентов Беларуси, Австрии и Германии во Дворце Независимости в Минске было двояким. С одной стороны, повод, память и трагедия в Тростенце. Вроде как не время говорить о политике или экономике. С другой, у Минска, с Веной и Берлином в последние годы выстраивается активный диалог. А значит, тем, которые были бы не к месту, не существует. Мы поддерживали тесные отношения с нынешним канцлером Австрии. В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене. Хотим, чтобы это была продуктивная встреча. У нас есть много общего, особенно в экономике, много общих проектов. Я думаю, что с вашим визитом сегодня в Беларусь, нашими контактами межведомственными, мы способны расширить сотрудничество между Австрией и Беларусью. Австрия действительно крайне важна для политического диалога Минска и Брюсселя. Вена никогда не выступала с резкой критикой Беларуси. И на поддержку именно этой европейской страны мы рассчитывали в первую очередь. Ваша страна играет значительную роль в укреплении безопасности Европы. И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали ваши люди. Мы хотели бы, чтобы мы имели солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе. И вы для нас будете всегда желанным гостем в Беларуси. Поэтому в любое время, без всяких виз, мы вас ждем в Беларуси. Реакция президента Австрии – красноречивее слов. Эту страну Александр Лукашенко посещал дважды. В 1996-м была Чернобыльская конференция, в 2002-м по приглашению президента Австрийского Олимпийского комитета. В сентябре 2015-го президенты Беларуси и Австрии встречались на сессии Генассамблеи ООН. А ровно месяц назад, во время телефонного разговора, который, кстати, что немаловажно, был инициирован официальной Веной, федеральный канцлер Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Пока же они к нам. Нас в Австрии очень удивило, насколько это место Тростенец выпало из общевропейской политики памяти. А значение его очень велико. Правительство Австрии придает особое значение сохранению памяти австрийских евреев, погибших в Тростенце в годы Второй мировой войны. Но очень важно не только помнить о прошлом, но и планировать общее будущее. Потому говорили и о перспективах в политике, экономике и спорте. Александр Лукашенко пригласил коллегу и тезку на Европейские игры в Минск в следующем году, чтобы тот получше узнал Беларусь. Хотя бы так, как президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер в нашей стране гость частый. Впрочем, каждый новый визит – это всегда событие, как для Берлина, так и для Минска. Как у нас принято говорить, вы большой молодец, что приехали на это мероприятие. Это будет иметь очень серьезный положительный резонанс в нашем белорусском обществе. И дело здесь не столько в политике, сколько в этом моральном, этическом аспекте. Более того, что вас в Беларуси очень хорошо знают не только политики, но и весь народ. Потому что народ, в общем-то, у нас очень политизирован, не меньше, чем в Германии. Тем более, вы не первый раз в Минске и в этом дворце, и знаменитая нормандская четверка. Это в том числе и ваше детище. В 2015 году, когда в Минске почти 17 часов вели переговоры лидеры четырех стран, пытаясь найти мирное решение по украинскому вопросу, Франк-Вальтер Штайнмайер тоже был в белорусской столице. Тогда, правда, как министр иностранных дел Германии. Но для организации нормандской четверки именно его усилия с западной стороны были важнейшими. Как и для того, чтобы миротворческую позицию Минска поняли и приняли во всей Европе. Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил вас за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним. Тем более, все, о чем мы говорили тогда на ногах с Ангелой Меркель, то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны реализовали все. Пользуясь случаем, хочу вас попросить передать все самые добрые пожелания и привет от всего белорусского народа. Спасибо обязательно передам. Но я хочу поблагодарить и вас. У меня самые добрые воспоминания. Мы провели много часов вместе в те времена, когда произошел самый крупный кризис на европейском континенте, чтобы найти решение. После долгих переговоров был разработан документ, который неразрывно связан с Минском. И не только названием. Я надеюсь, что Россия и Украина будут придерживаться этих договоренностей, чтобы шаг за шагом мы смогли продвигаться вперед. Эти слова президента Германии подчеркивают важность миротворческой роли Беларуси в регионе и в Европе в целом. Беларусь не могла предотвратить кризис, но сделала все возможное, чтобы все стороны сообща смогли приблизиться к его решению. И об этом также говорили сегодня во Дворце независимости. Мы должны извлечь уроки из прошлого и не допускать повторения ошибок. Хотел бы поблагодарить вас за приглашение на открытие Благовщины. Это не само собой разумеющийся факт. Очень важно, что мы вместе в такой день. Это стало возможным, потому что вы протянули нам руку примирения. И пусть в этом случае президент Германии говорил скорее о примирении локальном, все же речь здесь идет о жертвах тростинца, но в целом ход переговоров во Дворце независимости подчеркивает руку примирения, которую Беларусь в Европе протянула уже давно, как минимум в Австрии и Германии пожимают с уважением. А по окончании переговоров Франк Вальтерштайнмайер попросил Александра Лукашенко показать тот самый зал, где зарождались мирные инициативы и прошли переговоры нормандской четверки, чтобы освежить воспоминания о тех исторических событиях. Игорь Тур, Александр Злобин, Виталий Гончарик, Роман Акулич. Наши новости ОНТ.